Если коллеги готовы работать столь системно, сколько мы к этому привыкли, мы уверены, что сможем найти общий язык со всеми муниципальными служащими и вместе пойдем уже дальше как единая команда. Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шостаков дал первую пресс-конференцию в новой должности. Он ответил на вопрос о благоустройстве в социальной политике и оперативной работе с обращениями жителей. Скверы, парки, объекты, которые требуют благоустройства в плане массового места отдыха у воды, наших пляжей, безусловно, мы будем делать акцент на запрос от жителей. Но мне очень бы хотелось, чтобы жители города Владивостока чуть более активно участвовали в этих конкурсных процедурах. Исполняющий обязанности мэр отметил, что основной задачей на ближайшее время является создание комфортной городской среды во Владивостоке, в том числе развитие спальных районов. Новая команда главы города собирается отталкиваться от приоритетов и пожеланий жителей дальневосточной столицы. Нам бы очень хотелось за, наверное, месяца три мы себя ставим, выработать систему, которая будет адекватно собирать, анализировать и контролировать исполнение тех задач, которые перед нами ставят жители города. Предыдущая администрация запомнилась рядом непопулярных решений в вопросах благоустройства. А потому закономерен вопрос, какие меры необходимо предпринять, чтобы не совершить те же ошибки. Беру у себя домашнее задание по поводу воссоздания или работы совета архитекторов, еще на эту тему не думал. Но то, что должен быть, и, насколько я понимаю, был сформирован общественный совет, который должен заниматься вопросами городской эстетики, однозначно. Комплексное развитие включает в себя решение проблем в самых разных сферах. Контроль за ремонтом дорог, расширение транспортных полос, увеличение количества парковок, ремонт фасадов, улучшение инфраструктуры спальных районов, а также создание приютов для бездомных животных и развитие социальных проектов. Всеми силами стараемся создать ту систему, которая позволила в максимально короткий промежуток времени сделать так, чтобы в нашем городе было чисто. Для того, чтобы мы в максимально короткий срок сняли те острые моменты, о которых в социальных сетях, в обращениях, в звонках в единую диспетчерскую службу говорят жители Владивостока. Слова еще только предстоит подкрепить делами, но правильный курс, кажется, уже намечен. Екатерина Зверева, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.